В Казани полицейские зафиксировали новый вид мошенничества. Пострадавшая, как и многие ранее, лишилась средств со своей банковской карты. Но повод, благодаря которому женщина предоставила личные данные, до этого полицейским не встречался. Ее убедили, что можно получить компенсацию за услуги связи в связи с новой функцией в тарифном плане. Звонившего ищут. Уже установлено, что номер телефона зарегистрирован в Приморском крае. Динара Камалова о деталях обмана и на что надо обратить внимание, чтобы не попасть на удочку мошенников. Прежде чем им довериться, я сначала позвонила своему сотовому оператору и спросила. Позвонили. Голос в трубке представился работникам ее сотовой компании. Похвалил за своевременную оплату, а дальше рассказал о новой функции в тарифном плане. И благодаря ей клиентка может получить компенсацию за переплату представляемых услуг. Компенсация должна была прийти на мою карту. Они спросили номер карты. Скажите номер карты. Мы вашу компенсацию пересчислим на вашу карту. Номер карты женщина не дала. С официальным представителем сотовой компании связалась сама. Как оказалось, функции такой у них нет. И вот другая 50-летняя жительница Казани о бдительности забыла. Ей звонивший представился сотрудником службы безопасности телефонной компании. Предупредил о переплате за услуги связи. Предложил подключить спецуслугу. Именно с ее помощью на банковскую карту женщины должны были поступить якобы излишне потраченные деньги. Потерпевшая поверила. Правда, компенсации так и не получила. Зато потеряла 16 тысяч рублей. Теперь, чтобы снять деньги с вашей карты, мошенникам достаточно знать ее основной номер. Имя и фамилию обладателя карты, а также трехзначный номер. С другой стороны, вот он. Полицейские предупреждают, заманчивых предлогов может быть множество. Цель одна – узнать данные пластиковой карты, с помощью которых можно снять деньги со счета. Ни в коем случае не передавать руки по сторонам лицам своей банковской карты. Ни в коем случае не передавать потенциальным покупателям информацию о банковской карте, защитном коде, сроке действия. Самое действенное лекарство от мошенников – бдительность. Поэтому полицейские советуют перепроверять любую информацию и никому не давать данные своей банковской карты. Динара Камалова, Константин Бушуев, Вызов 112.